глава 10 обслуживание в номерах вилла скалета 15 февраля 1951 года так опять звонит телефон скорее всего какой-то движ будет так журнала здесь нет не он скорее все здесь есть просто не знаю нужно поискать хорошенько включить радио ладно давайте ответим да иди в чем дело да ладно о чем дело и телефонный разговор ладно сейчас буду телефонный разговор окей так не журнальчик валяется случайно не ладно тогда что поехали понимаю нам сюда нет нам не сюда черт подери нам нужно одеться во первых вот ну и взять автомобиль а вот и наш автомобиль стоит который мы который любезно лука нам одолжил в таком красивом костюмчике мы полетим с вами так что же нас ждет опять какие-то разборки короче я шестерка у мафии но в третьей части если вы играли то там уже вита появляется как серьезный молодой человек по-моему он же там появляется ну да по-моему не с первой части чувак или с первой блин не помню честно так копы надеюсь меня не спалят я перед ними гоню быстро они смотрю особо не уступают дело в том что сзади просто едут давайте мне быстрее тачка в 10 тысяч раз о кстати на мосту сейчас можно 125 разогнаться ачивку ачивку хочу 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 ачивку точнее что загнался только что почему ачивку медали блин ну бред али белая стены не надо все правильно это вот козлы обманули меня походу я только что раскочегарился так хорошо ну да белая стрелка была на 100 не знаю 30 точно вот подонки везде норовятся обмануть сверху полиция по мосту я думал здесь уже пересекаю сейчас меня по-любому у работают ой на 6 ты делаешь чуть не убил меня ладно в прежние времена я тебя придушил сегодня твой день будем считать давайте поднимемся к джо посмотрим что там у него за проблемы сюда до третий этаж иду я на них сбитая у них такой видок будто они уже доброе утро марте ты чего здесь джо сказал вам помощь нужна и раз я справился с теме он сказал что возьмет меня опять снова возьмет тебя куда тебя там ждут я еще поговорим да да это же наш вита здрасте мистер фокона здорово вита садись привет всем так что случилось вита я слышал как ты разобрался с лукой молодец благодаря тебе у нас есть доказательства того что за нападением стоял клименты до сих пор в открытую мы выступить не могли он перерезал себе горло он похитил и пытал наших это война теперь мы можем делать что угодно и комиссия одобрит альберта это знает и он наверняка захочет ударить первым значит нужно убрать клименты именно сегодня у климента большая встреча в гостинице герб импайра это верный шанс сразу убрать его и всю верхушку а ну да конечно заходим средь бела дня в лучшую гостиницу в городе и спокойно кладем толпу вооруженных людей я все правильно излагаю не волнуйся у меня есть план чёрт убери сейчас а вот если тут нажать убери немедленно ладно дерганный ты какой то ага то есть мы средь бела дня зайдем и взорвем лучшую гостиницу в городе это не перебор не боись она не такая уж мощная чё здание не снесет но в той комнате где она взорвется будет фарш как мы узнаем когда ее взрывать заберемся в люльку для мытья окон и отследим их до самого взрыва с каких пор ты у нас умник ладно ребята не подведите если справитесь я вас не обижу когда закончите позвоните эдди по этому номеру да кстати я закрыл сегодня бар на случай если альберта рыпнет ну удачи парни эй а пацан в коридоре что делает марти что ли ну он же не член семьи так что я ему сказал ждать там слушай что он тут вообще делает а ты как думаешь пойдет с нами потому что нам нужен шофер на стреме и прикрытие если что что ты против него имеешь я его с малых лет знаю и он меня выручил с этими уродами да но в этот раз мы не с алкашами воюем мы идем мочить самую сильную семью в городе а ты с собой ребенка взял а тебе сколько было когда ты начинал что за стартерские разговоры и это он просто будет сидеть в машине а потом нас отвезет и все он даже не узнает что мы там делаем вводит он отлично а именно это нам сейчас и надо ладно джо как скажешь но лучше бы ты меня послушал это плохая идея блин походу убьют малого возьмите машину джо и отвезите джо и марти к отелю герб эмпайра блин ну реально походу походу малого на эту миссию бьют потому что намекается все именно на это не хотелось бы но что поделать что поделать поехали поехали нам нужно автомобиль взять ребята давайте одну машинку и потом поедем ладно я победу вот эту галимую ну ладно так ну все понеслась не убей ее по дороге нам на ней еще убираться что аварии взрывчатка плохо дружат у вас в машине взрывчатка будьте осторожны авария взрывчатка плохо дружат это верно он подметил наш подземный гараж только через черный ход сейчас врежемся то это наверное будет последняя наша авария в жизни нужно аккуратненько потихонечку помаленечку по зернышку как говорится да мы с ним взлететь хорошо ну же ребята расскажите что в гостинице будет а ну же а ты что книгу пишешь я уже сказал все что тебе надо знать эй ты я ну мне же просто интересно все эти тайны марти все эти тайны не просто так меньше знаешь крепче спишь а будешь и дальше задавать глупые вопросы в следующий раз не позову ладно ладно больше никаких вопросов преследую гонщика какого гонщика блин вас понял вот где я не понимаю где я был как он есть я был гонщиком я не пойму прости я больше не буду ни слова мамой клянусь ну все вот гостиница въезд в гараж с другой стороны понял сюда заезжаем аккуратненько и даже не с кем столкнулся это потрясающе давайте аккуратненько сюда подъедем вставай там и слушай все пушки оставим в машине еще не хватало чтобы громил и клименты нашли их при обыске ладно мы с Витой идем внутрь и делаем дело а ты жди нас тут услышишь большой бабах заводи машину будем отсюда делать ноги бронто и пушка тебе реально не нужна разве что за нами хвост но это вряд ли ладно ладно я понял джо клименты снял весь восемнадцатый этаж это третий сверху там пара люксов конференц-залы и охрана и как мы туда попадем с черного хода через прачечную что трусы постирать хочешь для начала умник встреча еще не началась там 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 переоденемся рабочими а потом пойдем уборочку наверху устроим серьезно с каких пор ты у нас умник пошел ты там внутри нас будет ждать человек со спецовками пошли и мы не хотим поднимать шум пока клименты не приехал так что не делай глупостей это разве не моя реплика будь здесь всегда на вторых ролях так найдите форму уборщиков окей о черт закрыто этот козел должен был открыть ее теперь будем тут торчать и надеяться что он объявится мать а другого пути нет что ли может попробовать а я тут подожду на случай если этот кретин заявится вот что ленивая тварь пошли идиот пробейтесь внутренне идти форму уборщиков блин а вот тут можно молодой человек сюда можно зайти и переоденемся так форму уборщиков где а здесь вот здесь она да 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 вот она нет нет блин ну как это нет так вот же форму борщик еще не наберешь ее даже на свои похороны не успел блин не пойму пошли отсюда а вот антю а я там сам по себе еще вот видишь все по контролям пошли форму заберем сейчас будем красивыми серьезными парнями ищем совсем охренел как нас не узнают ха узики класс поехали на лифте поднимитесь на восемнадцатый этаж сюда идем батя идиоты уберите этот бардак ну уберите эту дрянь ну или кто-то поскользнется и шею сломать надо придушить его потом не забыть пошли наверху прибрать кое-что надо шагом марш эй ричи пошли с нами подонок да ладно пошли наверх пока он не вернулся моим моим чисто чисто клинговая компания два брата акробата биба и боба поехали это братья марио какие-то генри не видел он совсем не изменился надеюсь он не успеет вернуться генри хороший парень даже если работает на клименте да а если он вернется даже не думай об этом я себя с этими усами идиотом чувствую да а если мы на знакомых наткнемся так они нас не узнают очень блин надеюсь отправляйтесь конференциал где это вас носила кто-то что-то разлил в конференц-зале не спорти то понял все просто идем идите и уберите там скоро начинается большая встреча люди климента не должны узнать вас аааа они еще короче и что если голова на плечах дорогая вылежите все на блеске и убирайтесь оттуда вон они еще могут и узнать нас так тут эти двое тут уберут беспорядок беспорядок ааааа этот вы двое что надо он же меня не узнает один из парней тут был раньше он тут скользнулся и упал ударился головой это понятно раз пять или шесть так что теперь тут все в кровище а у нас скоро начинается совещание так что уберите-ка все здесь и побыстрее хорошо шеф сейчас все сделаем вот козлы эй успокойся да они долго не проживут вот и все дела джо буксует ну да помоги мне тут иду 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 так что дырочку вырежем ах блин мать вашу желтый так синий это плюс к плюсу красный запал туда минус синий тут накрест готово окей самое сложное позади и дальше что отмойте пятна хорошенько хорошенько чистите здесь хорошо чистим все что подумали что мы обычные клинеры так вообще пушка как так и было кажется все чисто хорошо можете убираться следуйте за джона крышу ладно только теперь пошли на крышу даже могут запалить пацаны люди клименты не должны узнать вас бегать и не могу скрываться тоже поэтому они либо узнают меня либо не узнают другого не дано не спрятаться не скрыться просто короче идем а вот этот подонок он по моему да 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 спрятаться от него чёрт я не привык к такой физкультуре зачем тут настроили столько ступенек тебя что на руках вынести ступень Вита Вита постой я кое что забыл держи это тебе просто на всякий случай ствол что-то хорош а кол 1911 с улучшенным магазином это его 23 патрона так что жрет их быстро и не потеряй во всем мире таких всего два не за что ладно пошли уже к люльке давай пора мы оба он все блин красотища на что уставился чёрт в аргумент твою мать ладно пошли отсюда это как устрица стой стой зацени сейчас будет стелс наверно надеть люльку для мытья окон давайте присядем ну нам по стелсу надо это делать или ты какого черта тут делаешь проваливай черту не пусто а ну все как бы сразу так двоих убрал сейчас того надо в комнату и все в принципе так еще один тут где-то справа тут еще сзади стреляют стреляешь как моя сестра по моему да 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 блин сейчас меня убьет так ты просто супермен готов блин ну погнали только надо что этого типа убить все готов там могут быть другие готов готов сладкий давай джо забегаем то есть тут я захожу ее тут постелсу типа никак не получится в любом случае здесь только так нужно было видимо решать этот вопрос ты от кого-то засел джо только не за глюнь пожалуйста от кого-то что-то кто-то есть что он очкует непонятно а наверх просто нужно забежать сейчас скорее всего снизу будут бандиты на блин я в тележку попал на последнего давайте рубанем то почему он не убивается скажите мне пожалуйста отлично убрали идем да дальше вот и люльку нашли вызываем сейчас на работе пока она будет ехать наверно будет нам по нам стрелять не о журнальчик подожди этой журнальчик возьму ну вот журнальчик пошел вон господи господи хорошо только не стреляйте я все сделаю молодец руки за спину убери то дайте журнал забрать ёб твою мать можно его отсюда забрать все походу я его не заберу короче а не возьму нормального женщину вот лента свежики считай что тебя вывезло прикольно даже анимация внизу автомобили ездят что это дело ладно залезай работу опустите люльку пониже чтобы подорвать бомбу не вызывайте подозрений эй сколько у нас кабеля хватает хватает это сколько до крыши хватит конечно нет поднимемся на пару этажей взорвем а я то думал ты у нас умный что ты с ума сошел а если нас накроет взрывом не накроет мы едва заметим надеюсь если свалимся я тебя прибью раньше чем до земли далеки ой 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 сколько опасных людей на карте на радаре отлично вот и наш этаж берите скребок и притворяйтесь мойщиком Вита бери скребок и мой окна пусть думают что мы рабочие а я займусь проводами окей вон они подонки сидят так все не заводись да здание такое обнушительное и все готово давай чуток наверх ну рыбку ты уже съел да прямо как часы ха 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 вот так дурик ты зачем усы сбрил чего я тебя вообще слушал клянусь клянусь ты иногда просто полудурок фу что за черт ну и разгром эй прямо землетрясение какого хрена все вот везунчик надо мочману сейчас бежать за ним что ли блин вот это вообще мы им устроили хохотать да но дело то не сделано двигай то душу красным горит вот этот молодой человек все готов дальше давайте блин я тоже хочу том томми ган взять дело в том что потому что с пистолета не так прикольно ай блин есть черепочек и тебе так там кто-то еще работаем аккуратно у него патрончиков еще а что там за коль ой 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 я справа так давайте томми ганна возьму чтоб я был уверен в себе вот так вот примерно я захожу так что то нет никаких этих скриптов подожгли подонки сейчас мы сейчас мы их порешим я думаю да я думал дочь пошел так так убрали пару подонков ух ух чёрт разбери побо побольше ладно ну откуда мне было знать что климента засел в сортире не засел бы если бомба не рванула до срока если мы его достанем что так долго едем а а сверху ах ты какая наверху я вижу блин нифига си он прям тут стоит наверху прям тут стоял тварь вот так вот убираем как красивенько спокойненько патрончики нужно собрать обязательно так на заправочку а на стоимость о я же сказал убьют малого все как я говорил бедный пацан а думали это конец а вот и нету быстрее я умею водить ясно просто держи пушку наготове не забивай голову просто кень за климента он в чёрном лимузине ты не поверил я не слепой не нога спито я пытаюсь Джо минус один но дальше климент отлично Джо разобрался красава на Джо ты не в того стреляешь впереди надо по малому стрелять да 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 вот туда супер угони все они так стараются всего приехали сладенькие все конец его давай все таки проверим за малого надо его крепануть оркопинь о Это за Марти. Вот теперь конец. Поехали ко мне. Сейчас нарокопы будут нас искать, я думаю. Пива хочешь? Дай мне номер Эдди, я позвоню. Это Джо. Дело сделано. Все прошло гладко. Нет, не гладко. Марти убили. Что? Убили Марти, мы бросили его там. Ладно, ладно, а Аклименты? Труп. Хорошо, а парня не переживай, всякое бывает. Всякое? Всякое бывает? Успокойся. Он был моим другом, понятно тебе? Чё, чё, не капай мне на мазки. Это была твоя идея, парня туда силой никто не кнал. Сожалею, но бывает, верно? Приходи завтра в Сокол за деньгами. Да, как скажешь. Сожалеет он всяк. Слушай, давай полегче, да? Успокойся. Мне тоже очень жаль, но ты знал, чем рискуешь. Ты тоже? Эй, задание было опасным. Ты взял его с собой, он погиб. Думаешь, на войне было по-другому? Эдди вообще паренька не знал, нечего его винить. Иди домой. Ну, хорошо. Сейчас только переоденусь. Прости меня, малыш. Прости. Так, малого убили, но этого стоило ожидать, как я и говорил в начале серии. Сейчас отправимся домой, по-быстрому. Так, нам нужно тачку где-то раздобыть. Давайте возьмем, наверное... Кстати, в гараже ж можно, да, какую-то машину взять? Давайте нашу мятенькую возьмем. Ой, вот как я развернулся. По-конски. Так, нужно выехать на дорогу, чтобы указали мне путь, куда ехать. Потому что... О, миссия была потная, но зато еще одним подонком в составе конкурента меньше. Это очень хорошо. Блин, а можно сюда что-то приделать? Давайте попробуем приделать что-нибудь крутое. Здорово, малой. Надо тачанку подрихтовать. Починить. Есть. Смена колес. Хромированное. Особый сплав. Ой, леньте, какие уф. Что ж, давайте последние возьмем вот эти. Так. Сменить номера. Чтобы в угоне не значилось. Новые номера для тебя не вопрос. Персонализировать. Ну, короче, понятно. Так, специальная краска. А что тут вот эти и все, 200. Вот, давайте лиман вот этот возьмем на все, перекраска. Давайте в розовый. Черный, может, я не знаю. О, вот такой прикольный. Мощности двигателя можно. Спортивный тюнинг. Установка компрессора. О, машина мечты у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну все. Вот это у нас тачка теперь. Некислая, да? Все бабки просандалил. Спортивный тюнинг. Зато теперь это пушка. Так. Полицаи. Такой теперь не грех. Именно пожужжать нормально. Я теперь буду только придавливать. Она будет наваливать сразу. Мне кажется. По-другому никак. Сейчас кома, короче, у меня по-любому примут. О, прямо сейчас можно разогнаться. Восемьдесят. Сто. Давайте. Хочу разогнаться. Пофиг, убьюсь, не убьюсь. Но надо разогнаться по-хорошему. О, газ в пол. Вот, теперь нормально. А то я в прошлый раз ехал. Что-то не засчиталось. Видимо, я не до конца разогнался. Вот это машина хорошая. Мне нравится. Цвет такой, не гангстерский, но запоминающийся. Вообще, прям круто. Тихо, не разбить, не разбить. Главное. Ну, шо ж ты делаешь. А машина просто мне давит. Сейчас они куба врежутся. Отлично. Ну, хоть меня в этом не винят. Но их в туз. Воздухозаборнички там торчат. Видели, да, у меня? Так, здесь гараж есть. Подожди, надо гараж припарковать. Тачанку. Можно тут? Припарковаться в гараже. Все, готова, тачанка. Отлично. Прямо, прям круто. Так, здесь туалет, здесь спальня, да? Опять телефон трезвонит. Да что ж такое? Наверное, Джо звонит. Алло. Алло, это Виту? Кто спрашивает? Меня зовут Леон. Я бармен из «Одинокой звезды». Мне ваш телефон дал Джо Барбара. Он ваш друг, я правильно понимаю? Да. А что такое? Да, вот старина Джо весь вечер глушил мой лучший вискаль, все болтал про какого-то Марти, а теперь совсем расклеился. Вы о чем вообще говорите? Мужик, твой друг с катушек съехал. Вытащил ствол и давай им размахивать. Никто не может его успокоить. Здорово. Послушай, я не хочу себе осложнений. Просто забери его отсюда, пока он кого-нибудь не подстрелил, или полицию не вызвали. Зито, приезжай и забери своего алкаша отсюда. Ты или как... Ладно, сейчас буду. И еще. Не наливай ему больше, пока я не доеду. Я-то попробую. А если он права качать будет, что делать? Так, если ты не прекратишь его поить, я тебе наваляю так, что мало не покажется. Ехал? Я понял, все понял, только быстрее. Так, сколько в баре сейчас народу? Пока я один. Час назад была толпа, но теперь как-то рассосалась. Отлично. Слушай, запри лавочку, пока я не доеду. Буду через минуту. Я понял. Ой, блин, ох, эй, Джо, конечно, циркач. Набухал, со стволом угрожает. Надо его забрать. Возьмем свою точку. Возьмем, давайте обычную возьмем. Вот эту давайте возьмем. Это лимузин какой-то. Прям целый. Прям целый лимузин. Такой важный. Главное его не раздамажить. Желательно. Кстати, хорошего управления у него. Хорошо управляется очень. Но оно-то и понятно. Машина не быстрая. Но прикольно. Так, хорошо, что парни далеко. Я сейчас вот тут припаркуюсь аккуратненько. И заберем Джо. Джо. А, Вито, это ты. Где он? Там, Зубло. Слушай, я честно пытался ему не наливать, а он пушку вытащил. И что делать? Хорошо. Закрой дверь и дай мне с ним поговорить. Слегка принял, да? Ну и как? Вито, ты как раз вовремя. А то все домой пошли. Странно, Джо. Чего бы это? А. Ха. Да. Ты за рулем? Не, на такси. А ты сэфрут машина. Отлично. Допивай, пошли. Уже уходите, ребята? Я открою. Для тебя, парень. Ты погиб как мужчина. Черт повели, куда я задевал ключи? Прости меня. Да что ж ты делаешь, придурок? Ну блин. Ты совсем больной, что ли? Я просто... Ты просто что? Заткнись уже, наконец, и пошли отсюда, алкаш. Эй, вы что, бармена бросите? Сейчас. Нормальный же мужичок был. Ёб твою мать, замочили нормального пацана. Здесь журнальчиков случайно нету. С женщинами голыми. Скажите мне, пожалуйста. Ну, давайте поедем на вот этой машинке. В смысле, она типа не едет или что? Ну, а я почему сюда не могу сесть? Это прикольно. Почему я не могу сесть в эту машину? Ау! Бля, он тупо не садится в нее. Нормально. А могу я сюда выйти? Может, мне надо тело погрузить? Я не прочел. Вот этот чувак. Above and beyond the call of duty. Да, его надо было погрузить, наверное. Тупо малого замочил ни за что, ни про что. Так не делается. Ой. Отвезите Джо домой. А труп потом надо будет куда-то закопать. Короче, понятно, как обычно все. Блин, ну, миссия так-то 42 минуты уже идет. Это прям нормально. Часовые миссии. Такие хорошие. Мне нравятся. Ну, что это мне так повело, что через мост надо. Ой, блин. Дорога дальняя. Через мостик и понеслась. Долго еще? Да, еще дофига ехать. Ладно, думаю, минут пять и отправимся. В общем, ух ты какой-то сразу прям дерзкий. Видели, грузовик, фуф. Поворот резко перестроился, подонок. Права купил по-любому. Раскакивая красная, естественно, как гангстеры настоящие. Тачку-то мы, конечно, прикольно сделали. Теперь нас там прям круто. На брусчатке вибрирует геймпад. Прикольно тоже, кстати. Мелочи приятные. Здесь копы едут. Надеюсь, они меня не примут. Не, не приняли. Ай. В смысле, а куда мне доехать надо, я не пойму. Возвращайтесь в машину, вы же приехали уже. И мне надо, типа, подвезти к гаражу. Мадам, вы вообще не там идете. Ну, сюда надо будет подъехать. Постарайся никого не подстрелить по пути к двери, понял. Спасибо, Вит. Ижени. Если что, не так. Слушай, ты... Звякни мне завтра, ладно? Избавьтесь от тела, не светитесь. Тадам. Избавьтесь от тела и потом поеду домой. Еще у меня геймпо отсадится, это потрясающе. Слава Богу, хоть копы не пристали. Сейчас думал, типа, меня увидят и непонятно почему привяжутся. А у меня труп в багажнике. Мне буду говорить, мне подставили. Это фото-видеомонтаж. Давайте просочимся между этих ребят. Спокойненько себе едем. Не превышаем скорость, не привлез. Блин, грузовики перестраиваются, я смотрю, вообще по-дикому. Даже мы видим, опять, там, где мы всех жмуров закапываем или на свалку едем к этому кенту. Он умеет... А, он сейчас, наверное, его за этим прессом сожмет. Я понял. Наверное, все-таки прессиком сейчас шикс. И готово. Загоните машину в пресс. Раздавите машину в прессе. Где тут эта кнопочка заветная? А, сверху, наверное, нужно зайти. Посмотреть на все это действо. Отправляйтесь домой. Ну, вот, кстати, автомобиль есть. Взломаем аккуратненько и поехали. Кстати, этому кенту нельзя машину продать? Как там, наверное, загнать ее? Нельзя, типа, тут припарковаться и продать ему ее. Не, никак, да? Ну, ладно. Ну, и ладно. Тогда давайте на ней доедем домой. И... Все. Блин, коломага еще-то еле вообще едет. Как лентит такси, как в пятом элементе практически. Только там она летала. А здесь просто. Но кузов тот же. Как по мне. На Хаммер похож на старый сзади. Моя будка, вот это. Так. Аккуратненько. Сейчас где-то налево будет поворотик, судя по всему. Да, вот он, вот здесь. Вот. И нужно добраться до дома. Как долго? Почему нет фаст-тревела? Почему вот этих телепортов нет, как обычно, в играх? Ну, что за дела? Ну, это прям издевательство какое-то. Район Гринфилд, как чай прям. Уф. Давайте машину сюда тоже загоним. Все, вот это говно у нас в гараже теперь стоит. Спасибо. 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 Продолжение следует...